Здравствуйте, уважаемые соотечники! 25 сентября в 19 часов пройдут митинги по всей стране. Вчера и сегодня мы распространили объявление о местоположении, в каком месте будет проходить мизинг. Всю эту неделю будет идти активная реклама и достаточно много будет информации, которые обозначают, что 25 сентября будет митинг и где будут проходить митинги. Но тема сегодняшнего эфира несколько иная. Я хотел бы ответить тем скептикам, нытикам, хотите, может жестко, и патентам, тем людям, которые все время ноют, плачут, говорят, вот ничего не получится, мы такие, сякие, плохие. Кто бы в мире не делал, то мы не такие, как кыргызы, наши ближайшие соседи, они бойцы, молодцы. То в Хабаровске активно двигаются россияне, ну вот россияне молодцы, украинцы молодцы, грузины молодцы, армяне молодцы. Только мы такие-сякие плохие. Это люди-импотенты, которые никогда ничего в жизни не могут сделать. Они все время считают, что их соседи по лестничной площадке лучше, что они больше зарабатывают, что они такие ничтожные, несчастные. И надо вот только ныть у себя на кухне, ничего не делать. Или просто жить такой же безучастной жизнью, серой, беспомощной. И надеяться, что где-то в той жизни якобы у них изменится жизнь. Такое ощущение, что они на прямом проводе со Всевышним, который им говорит, ну ты здесь плохо живешь, ладно, там будешь жить хорошо. Или кто-то виноват в этом, мы его потом накажем. Ну такое ощущение, что он сидит на прямом проводе со Всевышним. Вот, я на самом деле хотел бы объяснить, почему для наших граждан, для стран, где авторитарная система, где власть принадлежит одному человеку, единственный способ реализовать свои права, добиться изменения в своей жизни, это митинг. Ну представьте себе, вы прекрасно знаете, что у нас авторитарная система, что все рычаги власти находятся у одного человека, абсолютно все. Министров он назначает, Назарбаев сейчас назначает президента Такаева, вы знаете, премьер-министра, депутатов, Акимов областей, судей, абсолютно всех. То есть фактически вы не можете ни на что повлиять. Ну пишите письма, пишите петиции, которые до него даже не доходят. Ни до Такаева, который вообще ничего из себя не представляет, ничего не решает. Гиду Назарбаева. Пишите в никуда письма, как раньше в школе нас учили, на деревню дедушки. Дедушки Назарбаев. Вот, собственно, вы прекрасно знаете, что эта политическая верхушка во главе с Назарбаев каждый год крадет минимум 30 миллиардов долларов. Вы знаете, что его ставленники Акимов областей богатые люди. Все богатства региона тоже они пилятся, делятся этой политической верхушкой. Вы знаете, что эта политическая верхушка, начиная сверху донизу, на всех уровнях что-то пилит. И вы ничего не можете сделать. Потому что если вы подадите жалобу в полицию, вас эта же полиция задолбит. Если вы напишите жалобу в суд на этих высших чиновников, то вы знаете, что вы сами окажете в тюрьме. То есть, фактически вы в безысходной ситуации. Но многие из вас, конечно, наверное, за пределы Казахстана даже не выезжали. Даже в интернете, если увидят какую-то хорошую жизнь в другой стране, это кажется где-то далеко на Марсе. И типа, наверное, вот по-другому и не бывает. Или где-то бывает, но это как мечта несбыточная. Вот так выглядит. Поэтому зачастую основная масса людей не понимает, а как изменить жизнь. Более того, когда мы выходим с программами, с идеями, рассказываем, как меняется политическая система, как ее можно изменить и как это повлияет на то, что ваша жизнь изменится. Многие люди, опять же, импотенты выходят. А какие гарантии? То есть, они когда говорят, они хотят, чтобы им дали гарантии, чтобы кто-то за них что-то сделал, чтобы им принесли. А вдруг их обидят, они потеряют работу, будут проблемы по кредитам. Ну хорошо, а что у армян, грузин, украинцев, у тех же белорусов, у них нет кредитов? Они не ходят на работу или вы считаете, что авторитарная система их не долбит, не сажает в тюрьму? Ну сейчас очень много материалов по Беларуси, где эта авторитарная система Лукашенко и бьет, и сажает в тюрьму, и убивает, и похищает, и выбрасывает людей за пределы страны. Таких примеров каждый день много. Тем не менее, каждые выходные вы видите, марш и протесты у белорусов выходят минимум по 200 тысяч человек. И тогда возникает вопрос, почему белорусы выходят, а наши граждане не выходят? А, тогда спасительный такой возглас. Конечно, мы тупые, мы несчастные, мы уроды, у нас нет двух ног, у нас голова какая-то кривая, и вообще мы бешпармачники, и вообще степи у нас большие, или как Назарбаев любит говорить, что знаете, да, мы богатая страна, но моря у нас нет, моря. Или погода у нас плохая. Ну, в общем, одним словом, те, кто считает, что жизнь невозможна изменить, они также говорят, а что изменит митинг? Ну, давайте разберемся. Итак, вы видите полную безнадегу. Вся власть у одного человека, все его окружение ворует деньги. И если вы в одиночку начинаете протестовать, вас просто запрессуют, выгонят с работы и так далее. То есть, вроде как бы выхода нет. Ну, давайте мы вернемся в наше детство. Ну, особенно мальчики это хорошо знают. Вот, когда ты идешь в школу, тебя может остановить какой-то твой, скажем, ну, неодноклассник со школы, тоже школьник, но старше тебя, и он у тебя отбирает деньги, унижает, обижает. Что ты делаешь? Ну, как правило, маленькие дети плачут, бегут к родителям, жаловаться, и этот человек получает наказание. Как минимум получает наказание, но в любом случае, в следующий раз такие действия делать и для него рискованно. Ну, а дети постарше что делают? Дерутся, если их побили, он идет, тренируется, тренируется, и потом, называется, наказывают свои обидчика. А другие еще, что делают? Как они наказывают обидчика постарше? Они объединяются, приглашают своих друзей, приходят кучи и бьют этого старшего своего, так называемого, товарища, который отбирал деньги. То есть, вот так мир устроен даже среди детей. И если ты это не делаешь, то этот твой старший, так называемый, товарищ регулярно тебя угнетает, отбирает деньги. В конце концов, ты вырастаешь ничтожным, трусливым человеком. И единственное твое спасение, что ты когда-то закончишь школу и переедешь в другой город учиться. Ну, там тебя уже другие унижают. Ну, на худой конец ты уезжаешь из страны. Ну, это вот, собственно, вот такая ситуация расхожая, которая в нашей стране происходит вообще в мире. Но я еще раз хочу сказать, даже дети объединяются, если их кто-то обижает. Даже дети идут к родителям, если их обижают, жалуются. Вот так вот приходит справедливость. А теперь вот смотрите, вы взрослый человек, куда вы пойдете жаловаться? К Назарбаеву, так он вас и гравит. К полицейскому, так он вас в самого тюрьму посадит. К кем вы к нему не попадете? Куда вы будете жаловаться? Ну, и действительно, собственно, возникает безысходность. А как это работает в мире? Давайте поймем. В мире очень просто работает. Ну, народ на выборах избирает своих представителей. Депутатов, акимов областей, городов. Если этот аким области или мэр города плохой, то он в следующий раз не избирается. Во-вторых, если он начинает воровать, то существует следственная машина, не зависящая от кого-либо сверху, целью которой является четкое требование исполнения закона. И даже в этом случае, если вдруг полиция плохо работает, вы подаете жалобу в суд. И судья, тоже независящий от власти, он работает независимым судьей. Так написано в законе, Конституции и выстроены таким образом правила, что судья наказывает тех, кто не выполняет, собственно, свои должностные обязанности. То есть, вы видите, на Западе существует огромное множество механизмов, когда человек реализует свои права, он может куда-то пожаловаться, и его требования будут исполнены, если они законные. Ну и, помимо всего прочего, какие еще права есть у граждан? У него есть право выйти на митинг, объединиться. Право на пикет, право на свободу слова, право объединяться в профсоюзы, защищать свои трудовые интересы. У них есть право выходить на забастовку, объявлять стачки. И это все по закону. И получается, что, если мы вернемся к нашей стране, права на забастовку фактически нет. Право в союзе эта власть не регистрирует. Вы не можете защитить свои трудовые права. Вы не можете пойти к депутату, потому что вы его не избирали. Его назначал Назарбаев. Вы не можете пожаловаться Акиму, потому что вы к нему не попадете. Так же вы не попадете ни к Толкаеву, ни к Назарбаеву. То есть, по сути дела, если на Западе человек на каждом этапе может реализовать свои права, обратиться в суд, обратиться в полицию, обратиться к местной власти, обратиться, в конце концов, независимые средства массы информации, которых у нас тоже нет, они все под контролем Назарбаева. Если у западного человека масса возможностей реализовать свои права, в конце концов выйти на митинг, выйти в заявление в средства массы информации, то у вас этих прав нет, абсолютно никаких. Теперь давайте рассмотрим другую часть. А может ли вы выходить на митинги и пикеты? Опять же нет, потому что власть дает разрешение на митинг только своим подставным структурам, имитирует, что вот у нас свобода и демократия, никаких разрешений вы не получите. И таких примеров много, когда некоторые активисты подавали десятки раз, а гражданский активист Арази недавно два раза подал заявку на митинг, в итоге его полиция задержала, долго била и предупредили, что вообще его добьют, если он еще раз подаст заявку на митинг. Получается, что на митинг вы тоже не можете выйти. Вы не можете выйти на пикет, вам дадут 10 суток. Более того, совсем недавно группа гражданских активистов просто от дома в Талабкере, это недалеко от Астаны, три километра приблизительно прошла до могилы Дулата Годила, их посадили на 10-20 суток, а троим вменили участие в экстремистской организации. Вот, собственно, видите, что получается никакого просвета, нигде никаких возможностей реализовать свои собственные права. Ну и получается, остается у человека единственный инструмент, это выйти на митинг. Ну давайте, что такое митинг? Вы видите, что сейчас происходит в Белоруссии. Многие из вас, конечно, скажут, ну вот, они уже месяц выходят и результата нет. Друзья, эта власть режима Лукашенко 26 лет стояла незыблемо. 26 лет белорусский народ спал, собственно, как и народ Казахстана. И вот сейчас вы видите результат. Вы не можете сказать, что это не результат. Когда на улице выходит по несколько сот тысяч, и президент Лукашенко, в кавычках теперь президент, плачет, говорит, я стою перед вами на колени, что же вы сделаете с первым президентом? Бегает с незаряженным автоматом, напуган. Окружила свой дворец полицией и пытается защититься от народа, которые приходят рядом с твоим дворцом, с его дворцом. И кричат, Саша, выходи, Саша, 3% выходи. Вы знаете о такой возможности в нашей стране, чтобы несколько сот тысяч человек вышли к дворцу Назарбаева и кричали, чтобы он вышел к народу? Вы вообще видели Назарбаева, чтобы он стоял рядом с народом, умолял, говорил, что же вы делаете? Что же вы делаете? Нет, не видели. Белорусский народ добился большого успеха. И видно, что они в принципе добьются успеха. Какой успех? Многие из вас хотят, чтобы прилетел Бэтмен. За вас все решил. Бэтмен должен прийти, все сделать, а вы, может быть, появитесь. Некоторые из вас говорят, а где голубые каски ООН, где ООН? Забывая, что Казахстан тоже член ООН, и ООН эти вопросы не решает. Есть суверенитет государства. Еще некоторые говорят, а где Америка, а где Европа? Почему они нам не помогают? Ну, не задавая себе вопрос, а Казахстан помогает Америке или Европе? Почему они это должны делать? Ну, даже на этот случай я отвечал, когда на улице выйдут десятки тысяч, вы увидите братскую помощь Европы, которая защищает права человек во всем мире, не только в Европе. Вы увидите помощь Америке. А что получается сейчас, когда десятки тысяч людей вышли на улицу? Когда Тихановская, которая победила на выборах, была фактически выдавлена от страны, ее приветствовал Запад, они именно ее признали легитимным президентом, они объявили, что Лукашенко не является законным президентом. Более того, именно Европейский Союз объявил о полномасштабных санкциях против Лукашенко и тех, кто участвовал в фальсификации итогов выбора, а также против тех чиновников, высший состав, как они называют полиции, сейчас выстраивается огромный список людей, против которых будут применены политические и экономические санкции. Разве это не успех? Может быть, вы можете сказать, что Казахстану помогает Европа или Америка, что против нашей политической верхушки применены санкции? Нет. А почему? Потому что наш народ для этого, чтобы добиться такого рода санкций и поддержки ведущих европейских стран и Америки, должен показать, что он недоволен режимом, он должен вывести, народ, собственно, должен выйти на улицу десятками тысячи, и тогда, безусловно, Европейский Союз среагирует, который заявит, что Казахстан не исполняет международные договора. У Европейского Союза есть все основания требовать исполнения этих международных договоров, которые Казахстан подписал, а именно каких? Их свобода граждан, свобода воли избивления, свобода и возможность человеку выйти на митинг и масса всяких прав, которые обязательства взял на себя Казахстан исполнять. И в этом смысле у Европейского Союза есть полное право требовать их исполнения. Вот, собственно, тех, кто ждет Бэтмена, я сразу говорю, условия поддержки ведущих европейских стран и Америки только тогда вы увидите, когда действительно десятки тысяч людей будут выражать свое недовольство. А как в нашей стране можно выразить недовольство? На парламенте, парламентских выборах, вы знаете прекрасно, что фальсификация будет итогов выборов, а политические партии вообще не регистрируются, есть только партии Нуратана, с разным названием, но это провластные партии. Если говорить о выборах, есть ли у нас право избрать себе президента? Президента, который отражает наше настроение и чаяние. Вы прекрасно знаете, что этого нет. Поэтому, получается, президента мы не можем избирать, депутатов нет, вообще никаких прав у нас нет, у нас остается единственное право выходить на митинги, как те самые дети, которых обижает кто-то из их школы, более сильный. И как поступают дети? Они объединяются и приходят к этому мальчику и говорят, отдай деньги и больше так не делай. А если он не понимает, дети что делают? Бьют этого большого мальчика. Это делают дети. А что должны делать взрослые люди? Взрослые люди должны выйти на митинг, объединиться, объединиться против этой бандитской, мафиозной власти и сказать, подожди, султан Назарбаев, мы тебя сейчас накажем. Ты исполняй закон, исполняй те требования, которые описаны в законе. Это наша свобода, это достойная жизнь. Все это не исполняется. Мы тебя не избирали. Давай убирайся вон. Вот что делают взрослые люди. И вот вам будет результат. Так сделали грузины, изгнали Шевернадзе. И нищая страна, которая была в войне, я это все видел, и сам строил ту современную Грузию, участвовал в этом. Могу сказать, что за какие-то пять лет просто преобразилось. Это и произошло в Армении. Сейчас там высокий рост развития экономики. Это произошло в Украине. Это сейчас происходит в Белоруссии. И поэтому, уважаемые друзья, это будет и у нас. Потому что у нас других способов бороться нет. Ныть на кухне и просто говорить, что ничего не получится, это, как видите, это не выход. Это речь импотентов, трусов, тех людей, которые вообще не в состоянии чего-либо добиваться. Но мы же состоялись как нации. Нас почти 19 миллионов человек. Нашей нации почти тысячи лет. Значит, мы раньше действовали тоже, не только боялись и трусили, но боролись. Именно поэтому сохранились как нации. Что нам подсказывает жизнь наших родителей или еще там где-то позже? Она подсказывает, что единственный способ сохраниться как нации, стать сильной нацией, стать сильной страной, это бороться. Как те самые дети, мы должны объединиться, чтобы своему старшему товарищу сказать, нет, так нельзя. А мы уже 30 лет понимаем, что он ворует, грабит. И пришло время не просто сказать, что хватит, ты так больше не поступай. Пришло время его выгнать. И мы это можем сделать. Мы можем сделать. Все условия для этого есть. Есть политическая организация, демократические выборы Казахстана. Есть штаб. Мы сейчас наращиваем количество ячеек. 25 сентября, в 19 часов мы организовываем митинги по всей стране. И наша задача поэтапно, буквально в течение максимум трех месяцев, шаг за шагом наращивать нашу численность, нашу мощь и выкинуть. Выкинуть этого Нурсултана Назарбаева со всеми его прокладками, мебелью и так далее. Вот тогда будет результат. Вы знаете прекрасно, что богатств в нашей стране достаточно. Прекрасно вы знаете, что именно политическая верхушка разворовывает их. И когда мы перекроем эти каналы воровства, жизнь наших граждан изменится практически немедленно. Нам не нужно будет ждать 20 лет, 30 лет немедленно. Вот что надо делать. Мы говорим, что хотим перемен. Но перемены сами по себе не наступят, если мы не начнем действовать. Это уже практика всех стран, которые ушли от авторитарного режима, которые добились успеха и которые сейчас на пути к этому успеху. Невозможно 30 лет спать и потом прилететь, пойти в степь взять лошадь и за один день все изменить. Нет. Поэтому мы говорим о поэтапном процессе объединения и пошагово наращивать свою численность, чтобы те скептики или те, которые еще не осознали, что другого выхода нет, как объединиться. Как те самые дети, маленькие дети, они знают, что делать, а мы взрослые тем более должны понимать. Мы должны объединиться и добиться смены этого политического режима. Это мы сделаем мирно, потому что нас будет много. Нас будет в 10 минимум, в 20 раз больше тех полицейских, которые охраняют этот режим. Опять, что для этого нужно? Просто прийти на митинги в своем городе. Не просто в Астане или в Алма-Ате, а в своем городе. Такие возможности у нас сейчас есть. Все те, кто хочет перемен, присоединяйтесь к флешмобу, который состоится с 19 по 24 сентября. Я хочу перемен. Так называется этот флешмоб. Вечером в 22 часа все те, кто хочет перемен, поднимают фонарики, включают сначала квартире свет. И мы таким образом показываем количество людей, которые хотят перемен. Не просто хотят перемен, они будут участвовать в этих переменах. Уважаемые друзья, я хотел бы вам напомнить, что наши политические лозунги 25 сентября, кроме экономических, свободу политическим заключенным и шалкет. Огромное количество политических заключенных находятся в тюрьмах и зонах. И если на слуху есть несколько десятков человек, это не значит, что политических заключенных всего лишь несколько десятков. Мы знаем очень много узников совести, которые не согласны с этим режимом. Мы знаем, как эта власть преследует многих по религиозному признаку, по убеждениям противникам именно этой воровской системы. И таких тысячи. Когда мы сменим режим, мы узнаем их имена. То, что их тысячи, это безусловно так. Это мы все знаем. Знакомые, соседи на слуху, кто-то на виду. Их много. Поэтому, уважаемые друзья, если мы сами завтра не хотим стать жертвами этих репрессий, мы должны бороться за тех, кто сейчас находится в тюрьмах. 25 сентября мы должны сказать свободу политическим заключенным. 25 сентября мы должны озвучить свой основной политический лозунг, потому что 30 лет этот человек у власти, 30 лет он продолжает ее грабить, и он вызывает всеобщую ненависть. Именно поэтому мы выражаем волю нашей нации и выдвигаем требования 25 сентября и говорим «шалкет». Поэтому, уважаемые друзья, я еще раз повторяю, если мы хотим добиться перемен, у нас в руках единственный инструмент – это выход на митинги. Объявление мы дали. 25 сентября мы ждем вас на площадях и улицах страны. 25 сентября в 19 часов дня. Аллах, Азастан.